Хочешь купить топовый аккаунт БСС, то переходи по ссылочке в описании, тут продаются очень топовые аккаунты без варим. Также, ребята, если вы видите старые скрины аккаунтов, ребят, просто пишите им в личку, и они вам предоставят новые аккаунты, и они просто бомбезны, ребята. Аккаунты очень дешевые, я за счет, ссылочка в описании, залетайте, пока возможность такая присутствует у вас. И всем здорово, парни, с вами Кость Попал Роблокс. Ребят, сегодня я буду рассказывать о каждой пчеле в симуляторе пчеловода. Ну что ж, погнали смотреть пчелок. Приятного просмотра. Итак, ребята, первая пчела, это у нас Basic Bee, эта пчела вообще ничего не дает, но когда пчела одаренная, она дает плюс 20% ко всем полям, то есть ко всем полям, это очень хорошо. Потом у нас это идет бомбер, бомбер он просто, когда обычный, дает бомбочки, белые бомбы, бузбом, это простые бомбы. Если он у вас одаренный, он дает плюс 15% к бомбам поля. Потом идет у нас Brave, Brave это вообще ненужная пчела, она вообще ничего не дает. Если она одаренная, плюс 1 Bee атак, ну никому не желаю иметь такую пчеловую волю. То есть и Brave это вообще ненужная пчела. Потом Bumble Bee. Эта пчела у нас, когда не одаренная, она дает нам синие бомбы. Если она одаренная, она дает плюс 25% к синим бомбам. Так. Дальше у нас идет Кулби. Кулби она тоже дает нам... А нет, Кулби нам дает синий буст. Такие цветочки синенькие, которые увеличивают наш фарм. Если она одаренная, дает плюс 10% к синий бомбе. Дальше у нас идет это Hasty. Hasty это самая ненужная пчела в Урье. Никому... Ну, лучше вообще ее убирать, она вообще ненужная. Если она обычная, то она вам будет давать Hasty токенсы. Это бег токены. Вот такие токены, чтобы вы быстрее бегали. Так. И если она одаренная, то она дает плюс 20%. Плеер Move Speed, это значит, что ваш игрок будет на 20% быстрее двигаться. Так. Потом у нас идет Лукер. Лукер это хорошая пчела. Она дает фокус токенсы, даже если она не одаренная, это хорошо. Ваши криты будут увеличиваться, то есть вы будете жестче фармить. Если она у вас одаренная, она дает плюс 50% критикал позу. То есть критическую атаку. То есть если она у вас одаренная, то у вас будет сам игрок сам по себе на 50% лучше бить палкой. Рэдби. Это у нас пчела дает Red Boost токенсы. То есть это красненькие цветочки, которые вам увеличивают фарм на красных полях. Если она же будет у вас одаренная, она дает плюс 10% критикал позу. Это у нас идет Rascal B. Он дает Red Bomb. Если он одаренный, то он дает плюс 25% критикал позу. Это у нас 2 Burn B. А он дает нам Polin Mark Token. Это такие цветочки, которые спавнятся на всяких полях. То есть если вы подбираете, на котором вы в поле фармите, вам дается такой росточек. И если вы под этим росточком фармите, то у вас увеличивается фарм. Если она у вас будет одаренная, то она дает плюс 20 стабиле токенсов. То есть у вас от всех пчел будет на 20% быстрее токены спавнится. То есть токены это вот эти штучки. Вот видите, спавнится это токены. Дальше это у нас идет Bumblebee. Bumblebee, если он не одаренный, то дает блуя бомбы. То есть синие бомбы. Если он у вас одаренный, то он дает X1.5 Polin from Boles. То есть он будет спавнить пузырьки на поле. Дальше у нас идет Bukabe. Bukabe он спавнит блуя буст. Это получается он спавнит синие цветочки, которые улучшают фарм. Ну, синие токены. Вот, если он у вас одаренный, то он дает плюс 10% ко всем синим полям. Так, Commodore B. Commodore B, если он не одаренный, то он дает фокус токенс, либо Boost Bomb. Boost Bomb, это дает он белые бомбы. Если он у вас одаренный, то он дает плюс 5 critical chance. То есть это очень хорошо. У каждого пчеловода она есть. Дальше это Demobi. Demobi он дает Boost Bomb Plus. Это он дает белые бомбы плюс. То есть эти бомбы намного лучше, чем обычные бомбы. То есть это улучшенные белые бомбы. Если он у вас одарен, он дает плюс 15% ко всем бомбам на полях. Дальше у нас это идет печальная пчела. Вот, она дает токен Динк, это я вам не подскажу, что это. Потом дает Boost Bomb. Boost Bomb, это белые бомбы. И также увеличивает плюс 25% ко всем Boost Bomb. Получается ко всем бомбам. Так, дальше у нас идет это Farby. Farby это она нам дает Red Bomb Plus. То есть она дает увеличенные красные бомбы. То есть улучшенные. И если она у вас одарена, она дает 1.5 Polen From Flames. То есть огонек спавнит. Если у вас одарен. Дальше у нас идет Frosty B. Frosty B она дает либо синий буст. Это такой цветочек, который увеличивает фарм. Или же дает улучшенную синюю бомбу. Так, а если у вас он одаренный, то он дает плюс 25% ко всем синим бомбам. Идем дальше. У нас дальше это Honey B. Honey B она дает Honey Mark. Это самая бесполезная пчела. Это фигня. То есть она дает просто медовые токены. Если она у вас одаренная, она дает 1.5 Honey From Token. То есть когда вам будет от кокосового рюкзака падать на голову кокос. И он будет по кругу рассыпливать вот эти Honey Token. То есть и там у вас на 1 миллион где-то будет больше. Так, потом дальше у нас идет Rage B. Это бесполезная пчела. Она дает рейдж токены. Ну вообще это полезная пчела для тех, кто убивает там кого-то. То есть рейдж токены, которые увеличивают вам атаку. Либо токен линк. Ну это рейдж токены по факту. И также если она у вас одаренная, она дает плюс 1 бета. То есть плюс 1 атаку ко всем чему. Дальше у нас идет это Rely B. Rely B она дает Red Boost Token. То есть я уже рассказывал, что это. И если же она одаренная, она дает плюс 10% к Red Polian. Дальше у нас идет Shocket B. Shocket B он дает нам Hasty Token. Но если у вас он одарен, он дает плюс 25% ко всей белой пылице. Дальше у нас Baby. Baby. Она дает Baby Love, который увеличивает наш фарм в 2 раза. То есть X2 Farm будет у вас, если вам выпадет Baby Love. То есть Baby Love Token. И также если она одаренная у вас, то она дает плюс 25% ко всему лутус монстров. То есть кого вы будете убивать, у вас будет улучшенный лут. Потом у нас идет это Carpenter. Carpenter идет. Carpenter B. Он дает нам Polymark. То есть это такой цветочек, который спавнится на полях. Он улучшает наш фарм, когда мы под ним фармим. И Honey Mark Plus. То есть это улучшенный Honey Token. Плюс, когда он одаренный, он дает нам плюс 25% ко всему луту. То есть улучшает фарм, когда мы бьем палкой. То есть у нас будет лучше палка фармить. Потом у нас идет Demon B. Demon B он дает Red Bomb Plus. То есть улучшенные красные бомбы. Обычные красные бомбы. И также если он одаренный, то он на плюс 25% улучшает все красные бомбы. Дальше у нас это Diamond B. Diamond B он дает Blue Boost. Также если он одаренный, он плюс 100% конверсирует нам мед. То есть хорошая пчела для синей пыльцы. Дальше у нас Леон Би. Леон Би дает улучшенные белые бомбы. Также если он у вас одаренный, он дает плюс 2 колоросби атака. То есть он дает ко всем белым пчелам плюс 2 атаки. Дальше у нас идет это Music B. Music B это очень хорошая пчела. Она дает Focus Token. Также дает Melody Token. Melody Token наш фарм улучшает на 100%. То есть наши криты с палки будут лететь намного жестче. На 100% жестче, чем обычно. Также если она у вас одарена, он дает плюс 25% Walling From Bist. То есть фарм ваших пчел. Когда ваши пчелы будут нюхать цветы, то есть они будут на 25% больше оттуда собирать пыльцы, чем обычно. Дальше у нас идет Ninja B. Ninja B у нас дает Hasty Token, либо улучшенную бомбу. Тогда я дает либо Hasty Token, либо же улучшенную синюю бомбу. И также если она у вас одаренная, то она дает плюс 5% быстрее, чтобы быстрее летали ваши пчелы. Дальше у нас идет это Shai Bee. Shai Bee она у нас дает красные бомбы и красные маленькие цветочки, которые улучшают наш фарм. Также она, если одаренная, плюс 10% ко всем красным полям. Дальше у нас FuseB. FuseB это уже поинтереснее. FuseB дает нам FuseCock. Куат, это FuseB ежик, который спавнится на полях. Если мы на него встаем, на этого ежика, то, ну это получается FuseB бомба. Это ежик такой, который взрывается. Если мы на него набегаем, он взрывается и нам какое-то количество меда прилетает в панк. Дальше у нас это Yifty Ability. Это если у вас одаренная пчела, то она будет спавнить такой токен, который будет улучшать все цветы на поле. То есть на уровень лучше. И так вы будете намного жестче фармить, чем обычно. Если она у вас не одаренная, она дает улучшенную белую бомбу. Также дает FuseB бомбу. Это маленький ежик, который, я уже сказал, уже спавнится на полях, на котором вы фармите. И когда вы этот FuseB подбираете, то она взрывается и хорошо фармит. Также если она у вас одаренная, она добавляет 10% ко всем бомбам, которые у вас имеются. Дальше у нас идет СпайсиB. Это пчела только для красной пыльцы. Она бессмысленная именно для меня. Она дает, получается, Инферно. Это такое пламя. Потом дает рейдж токены для атаки. Если она у вас одаренная, она дает флэм фал какой-то. Это огонь. Тоже огонь дает. И пассивка Steam Engine. Эта пассивка, получается, улучшает фарм на красных полях. И вот так же она еще дает урон. И плюс ЕС у вас еще она одаренная. Она дает плюс 25% флэм дуратион. То есть плюс 25% к огню. Дальше у нас идет Татполь. Татполь это очень интересная пчела для синей пыльцы. ЕС у вас не одаренная. Она дает блэя буст. То есть синий буст. Такой цветочек спавнится, который улучшивает наш фарм. Потом дает самон фрог. Это она спавнит лягушечку. Даже если она у вас не одаренная, она спавнит лягушечку. ЕС она же у вас одаренная. Она дает плюс 10% ко всем синим полям. А плюс 25% инсталл бубл конверсия. То есть плюс 25% уничтожение. То есть как вам сказать. Плюс 20% собирание. Плюс 25% быстрого собирания с пузырьков. Вот. Так же ЕС она одаренная. Она дает нам гифт Baby Love. Которую дает нам лучше, чем Baby B. То есть она дает также x2 фарм. Так же и плюс 50% ко всему луту, который у нас будет. Так же это улучшенная пассивка. То есть у нас будут спавнятся эти пузырьки улучшенные. С них будем мы фармить больше меда. Так. Идем дальше. Дальше у нас это Vector B. Vector B у нас не одаренный. Дает Polymark Plus. Это такая хрень, которая спавнит цветочек. Если мы на него наступаем, то мы лучше будем фармить. Так же дает нам такой баф, как треугольник. Треугольник, если мы его подбираем, мы растягиваем треугольник по всему полю. И когда этот треугольник взрывается, у нас очень сильно заполняется пак. Так же, если у вас она одарена, она дает плюс 15% к Марк Дурати. Но это к таким цветочкам, которые спавнятся на полях. И когда мы под этими цветочками фармим, ну такой круглый цветочек. Когда мы вокруг бегаем этого цветочка, то есть у нас будет хороший фарм. Но он увеличивается еще на 15%. Это очень хорошо. Дальше у нас BRB. Это донат пчела. Она дает вообще, даже если она у вас не одаренная, дает BRM, который увеличивает наш фарм Х2. Весь наш фарм Х2 будет. И так же, если она у вас одаренная, она дает ко всем полям плюс 5%. Но фигню дает. Дальше у нас это Cobalt B. Она дает блуя бомб, получается, санс. Это такая штучка. Это получается, когда мы такую штуку подбираем, все наши синие бомбы будут намного жестче убивать поле. То есть вы будете намного жестче фармить под этой блуя бомб санс. Также она дает блуя пульс. Это такая штука, которая летает. Она летает от наших наплечников. Она тоже летает. И это тоже увеличивает фарм. Также если она у вас одаренная, она дает плюс 10% к install синие конверсии. То есть у вас будут синие цветочки перерабатываться намного быстрее. Дальше у нас идет это Crimson Me. Это то же самое, как и синяя, только дает все красной пульсе. И так же плюс 10% к переобработке красной конверсии. То есть, ну, понятно. Такая же, как синяя, только красная. Фестивальная пчела. Она дает нам красные бомбы плюс. Также дает Honey Mark. Это бессмысленная фиг. Хотя нет, Honey Mark это штучка прикольная. Ну, все же такое себе. И фестивал гифт. Самый крутой это фестивал гифт. Это подарок, который дается всем игрокам на сервере. Когда вы фармите. И вам может выпасть там на 5 секунд бесконечный рюкзак. И, ну, чтобы у вас все летело сразу в мед, а не летело в пак. Все очень удобно. Так же, если она у вас одаренная, она дает плюс 10% ко всем красным полям. Дальше у нас идет Gummy B. Gummy B она ничем таким не интересна. Если она спавнит такую пассивку, как Gummy. Когда вы Gummy подбираете, сверху вас падает на вас Gummy эти. Ну, Gondrop'ы падают. Вот так вот вам падают. Только бесплатно. Так же, если она у вас одаренная, она дает плюс 5% ко всему вашему собиранию меда. То есть, это очень хорошо. Дальше у нас Photon B. Она дает нам Hasty Tokens. И еще так же дает нам токенс, который будет спавнить дожди, который очень хорошо фармит. Это очень классно. И так же, если она одаренная, она дает плюс 5% ко всему перерабатыванию меда у вашего уля. Когда вы фармите. Это очень хорошо. Это классно. Дальше у нас Pappy B. Pappy B она дает Pappy Love. Это фигня. Пчела вообще... О ней ничего не хочу рассказывать. Это фигня. Пчела просто для того, чтобы если она у вас одаренная, то вы быстрее будете апать свою уль. Короче, если она у вас одаренная, она дает плюс 20%. К этим, к печенькам. То есть на 20% вы будете экономить свои печеньки за пчелу. То есть это очень классно. Но пчела сама по себе фигня. Дальше у нас Tappy B. Tappy B это фошечка. Она дает нам Tappy Love. Tappy Love там увеличивает фарм. Также Scratch это, чтобы фармить вот такую штучку. Вот видите. Tappy Love это... Да, Tappy Love это у нас, когда накопится x1000, у нас увеличивается. Ко всему фарм. А Scratch это... Короче, она спавнит когти. И когти они добывают очень много меда. Дальше, если она у нас одаренная, она дает плюс 50%. Critical Power это всего нашего улья. То есть классная пчела хорошая. Дальше у нас Vidsuzbi. О ней даже рассказывать можно нечего. Ну ладно, я скажу. Она спавнит увеличенную синюю бомбу. Также она спавнит жала, которая жала будет убивать намного быстрее боссов. Ну или мобов каких-то. Даже если она у вас одаренная, она дает минус 15% к мобам. То есть ваши мобы будут на 15% спавниться быстрее, чем обычно. Если это она у вас будет одаренная. Дальше у нас самая последняя пчела. Это Vindie B. Это очень классная пчела. Она нам дает Rain Cloud. Rain Cloud это такая штука, которая спавнит нам облачко на каком-то рандомном поле. Ну это бессмысленно. Дальше нам она дает еще белый буст. Белый буст это только от этой пчелы можно получить. Она увеличивает фарм на белых полях. Вот это в Hide Boost. То есть белый буст. И спавнит торнадо на том поле, на котором вы фармите. Это очень классная штука. Это очень круто. И также если она у вас одаренная, она дает плюс 15% к install, к переработке белого меда на полях. И также дает x2 boost from float. Эта штука означает то, что когда вы будете фармить под облачком, ваш фарм будет увеличен в два раза. То есть будет вам добавлять плюс 50% там к полю. Ну в общем, я о всех пчелах рассказал вроде. А кому понравился ролик, ставим лайк, подписываемся на канал. Также ждите нового. Скоро выйдет новый ролик. Ну и что ж, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok